Всем привет, с вами Миша и вы на канале CryptoDealers. Я думаю, вы заметили, что господство доллара США еще больше усилилось с начала 2020 года. Меры, принятые ФРС в рамках плана реагирования на нынешний экономический кризис, привели к появлению значительного объема доллара США по всему миру. Евро мог бы стать серьезной альтернативой глобальной гегемонии доллара США. При этом на евро уже приходится 20% мировых валютных резервов. Тем не менее, политическая неопределенность в Евросоюзе пока не дает достаточных гарантий. При этом многие отмечают сомнительную позицию ФРС, которая с самого начала кризиса с коронавирусом поддерживала политику правительства США, постоянно скупая казначейские облигации во все увеличивающихся объемах. Для покупки гособлигаций ФРС печатает доллары США в огромных количествах, даже несмотря на риски наступления цикла гиперинфляции. Это также может способствовать снижению доверия к доллару США для сотен миллионов людей во всем мире. Многие начинают чувствовать, что доллар США больше не имеет никакой реальной ценности, поскольку ФРС может напечатать 3 триллиона долларов в мгновение ока. Все более четко проявляется образ грядущего пост-долларового мира, где биткоин будет играть важнейшую роль в мире после доллара. Несомненным преимуществом биткоина является тот факт, что у него нет лидера. Никто не может знать, как далеко зайдет эта новая холодная война. Но мы можем быть уверены, что создаваемая ею неопределенность обязательно принесет пользу биткоину, который в первую очередь является страховкой от неопределенности. Он принадлежит всем его пользователям, всем нам. Таким образом, биткоин политически нейтрален. Именно поэтому девизом нашего канала мы выбрали слоган «Свобода – это право, а не привилегия». И если ты хочешь всегда получать оперативные новости рынка криптовалют, то я рекомендую тебе незамедлительно подписаться на наш канал и поставить колокольчик «Напоминание о выходе новых видео». Ну а теперь я предлагаю перейти к просмотру нашего традиционного рекламно-информационного блока новостей. Погнали! Вы смотрите канал Криптодилерс. Подпишись прямо сейчас, чтобы не проспать, то зимун. Почему Даркнет популярен в Восточной Европе? По данным аналитической компании China Leases, Восточная Европа лидирует по использованию площадок Даркнета, а маркетплейс Гидра вошел в число крупнейших криптовалютных сервисов региона. Даркнет – это общее название для сети ресурсов, объединенных единым свойством. Они поддерживают полную анонимность своих пользователей, для чего используют несколько ступеней шифрования информации. Сайты, расположенные в Даркнете, регистрируются в том защищенном домене, где рассчитывают быть обнаруженными пользователями. Например, сайты системы Tor Project зарегистрированы в домене Onion. Tor – The Onion Router Project является самой известной системой темной сети. Имя Onion дано ресурсам не случайно. Схема шифрования информации в Tor похожа на луковицу. Каждое сообщение оборачивается в несколько слоев. Чтобы попасть в Даркнет, нужно предпринять первый шаг к своей безопасности – скачать VPN, который уже на первом этапе откроет для вас сайты, закрытые для использования конкретно в вашей стране. Выбор сервисов VPN большой. Существуют и платные варианты, и бесплатные. Выбирайте подходящие для вашего браузера и операционные системы. Согласно отчету, опубликованному China Leases, на Восточную Европу приходится 21% активности на рынках Даркнета. Исследователи выяснили, что на адреса организаций, занимающихся незаконной деятельностью, в странах Восточной Европы было направлено более 41 миллиарда долларов, или менее полутора процентов от общего объема криптовалютных транзакций в регионе. По данным аналитиков, Восточная Европа занимает второе место после Латинской Америки по объему криптовалютных транзакций, отправленных незаконным организациям. 1,4 от общего объема за 12 месяцев. В Латинской Америке этот показатель составляет 1,6%, однако совокупный объем отправленных средств ниже. В то же время на Восточную Европу приходится больше активности на Даркнет-рынке, чем на любой другой регион. По данным ChinaLisys, в государствах Восточной Европы подпольная площадка Гидро занимает шестое место среди популярных криптовалютных сервисов. В период с июня 2019 года по июль 2020 года выручка Гидро от криптовалют составила свыше 1,2 миллиарда долларов. В ChinaLisys подчеркнули, что ни в одном другом регионе Даркнет-маркетплейс не входит в десятку самых популярных сервисов по данному показателю. Несмотря на то, что 100% объема транзакций на платформе совершается именно в этом регионе, Гидро стала одной из крупнейших площадок Даркнета в мире. Специалисты отметили, что в других геополитических регионах ни один нелегальный сервис не входит в десятку криптовалютных площадок, пользующихся высоким спросом среди населения. Восточная Европа является мировым лидером по объему мошенничества с использованием программ-вымогателей. На нее приходится более 23% средств в криптовалютах, отправленных хакерам за разблокировку данных. Подобные вирусы-вымогатели распространяются на черном рынке под видом «вымогательство как услуга» «Run somewhere as a service» — «РАС». Однако в апреле этого года ChinaLisys сообщила, что доходы рынков Даркнета снизились из-за пандемии коронавируса. Таиланд массово внедряет блокчейн Центральный банк Таиланда запустил платформу на базе блокчейна для выпуска государственных сберегательных облигаций. На платформе уже были выпущены облигации на чуть более полтора миллиарда долларов. Как сообщает Центральный банк Таиланда в пресс-релизе, платформа DLT Scriptless Bond Project поможет создать более безопасный и эффективный механизм выпуска государственных облигаций, а также снизить сопутствующие операционные расходы. Таиланд переводит рынок продажи государственных облигаций на блокчейн, следуя сделанному ранее заявлению Министерства финансов страны. Тогда сообщалось о планах по продаже государственных сберегательных облигаций с низкой номинальной стоимостью на сумму менее 6,5 миллионов долларов с использованием цифрового кошелька банка Krong Thai Bank. На следующем этапе инфраструктура будет расширяться для поддержки различных государственных облигаций, говорится в заявлении Министерства. Правительство Таиланда также сообщило, что средства, полученные от продажи сберегательных облигаций на 1,6 миллиарда долларов, пойдут на финансирование дефицита государственного бюджета. DLT Scriptless Bond Project – результат совместных усилий восьми учреждений, включая Банк Таиланда, подразделения по управлению государственным долгом, ТСД, Тайскую ассоциацию рынка облигаций, а также банки Bangkok Bank, Krung Thai Bank, Kassikorn Bank и Siam Commercial Bank. Этим летом стало известно, что Центральный банк Таиланда разрабатывает платежную систему с использованием государственной криптовалюты, а спустя месяц ЦБ перешел на новый этап тестирования собственной цифровой валюты. Кроме того, в прошлом месяце управление судов Таиланда сообщило о разработке платформы на базе блокчейна для хранения судебных документов, а австралийская компания PowerLedger сообщила о скором запуске платформы на блокчейне для торговли возобновляемой энергией в Таиланде и Юго-Восточной Азии. Управление судов Таиланда, которому подчиняются 91% тайских судов, сообщило, что активно разрабатывает платформу на базе блокчейна. Система будет запущена в 2021 году. Подробностей о проекте немного, и не до конца ясно разрабатывает ли правительство платформу в сотрудничестве с частным сектором или нет. Согласно пресс-релизу, внутренняя сеть должна служить для хранения судебных документов и других данных судов. Как утверждает управление, запуск системы состоится в следующем году, и сейчас правительство готовится запустить обучение по работе с платформой для сотрудников судебной системы. Что касается иных сфер внедрения блокчейна в Таиланде, то австралийская технологическая компания PowerLedger объявила о сотрудничестве с энергопровайдерами BCPG и Thai Digital Energy Development с целью создания торговой площадки для сертификатов на возобновляемую энергию в Таиланде. Как сообщило издание Smart Energy International, решение будет реализовано на базе технологии распределенного реестра. Благодаря созданию единой торговой платформы покупатели и продавцы на рынке электроэнергии смогут надежно и безопасно проводить транзакции, балансируя спрос и предложения в сети. Новое решение позволяет отслеживать все сделки до момента выхода сертификатов из эксплуатации в рамках единой интегрированной онлайн-системы, сказала соучредитель PowerLedger Gemma Green. Все используемые в рамках платформы сертификаты на возобновляемую энергию будут соответствовать международному стандарту iREC. Причем на каждый из них будет приходиться объем энергии в 1МВТЧ. По сообщению компании, применение технологии блокчейн обеспечит надежный аудит и высокий уровень безопасности проводимых транзакций для всех участников рынка. К настоящему моменту платформа уже развернута для одного из районов Бангкока. Ранее PowerLedger реализовала аналогичные проекты для компаний из США и Японии. DeFi Swap от Crypto.com Канал CryptoDealers продолжает рассказывать вам о новостях нашего партнера, пионера новаторских решений в области криптоплатежей платформы Crypto.com. На этой неделе платежная компания Crypto.com объявила о запуске платформы DeFi Swap для обмена и доходного фермерства DeFi токенов. Она стала очередным форком протокола Uniswap. Согласно заявлению, DeFi Swap – это форк протокола Uniswap версии 2. Смарт-контракты и операционная модель платформы проверены командой безопасности Crypto.com и специалистами компании Slow Mist. Протокол развернут в сети Ethereum. Кстати, если ты до сих пор не завел себе некастодиальный криптокошелек для работы с DeFi, то мы рекомендуем тебе обратить внимание на Crypto.com. Некастодиальным можно считать криптовалютный кошелек, сохраняющий за пользователем возможность полностью контролировать ключи и свои средства. Если у вас на руках ваши личные ключи, то вы полностью владеете своими биткоинами или любыми другими альткоинами. Именно таким некастодиальным криптокошельком является мобильное приложение Crypto.com. Crypto.com предпочитает развивать мобильные приложения, чтобы у вас не было повода использовать настольный компьютер, если вам отлично работает на вашем телефоне. В более широком смысле команда Crypto.com считает, что в криптопространстве есть огромные возможности для создания отличных мобильных приложений. Кстати, напоминаем про нашу совместную акцию. Получай бонус в 50 долларов от CryptoDealers и Crypto.com. Регистрируйся по ссылке в описании, вводи промокод CryptoDealers и становись частью криптореволюции. Условия простые. Регистрируешься по ссылке в описании, проходишь QIC, пополняешь счет на 1000 CRO. В приложении стекаешь на 6 месяцев, и за это получаешь 18% годовых. И все. Моментально получаешь на счет CRO в размере 50 долларов, которые можно сразу обменять или вывести. Ссылка в описании к выпуску. Промокод CryptoDealers. Но вернемся к DeFi Swap от Crypto.com. На вознаграждение поставщиков ликвидности на DeFi Swap будет направляться 0,3 торгового объема в соответствующих пулах. За стейкинг нативного токена компании CRO предусмотрена дополнительная доходность. В качестве стимулирующей программы 14 дней после запуска платформы Crypto.com гарантировала пользователям распределение минимального вознаграждения в размере 1 миллиона CRO ежедневно. Первоначально DeFi Swap поддерживает следующие монеты. ETH, Tether, USDT, USDC, USDC, DAI, Chainlink, Link, Compound, Com, Crypto.com Coin, CRO. Кроме этого, на днях в DeFi Swap добавили EARN Finance. В отличие от таких тяжеловесов, как MakerDeo и Compound, EARN Finance не имеет стоящего за развитием проектов фонда или венчурных инвесторов. Проект не проводил пресейла, а его управление осуществляют держатели EFI, получающие токен в обмен на предоставление ликвидности на платформу EARN. EFI является одним из наиболее дефицитных криптоактивов. В обращении находится всего 29 967 монет, а общее их предложение составляет 30 000. Пользователи могут обменивать свои монеты EFI, а также быть поставщиками ликвидности EFI, чтобы получать комиссию и повышать свою доходность до 20 раз при размещении стейкинга CRO. Все подробности по ссылке в описании к выпуску, а также в официальном телеграм-чате Crypto.com в нашем регионе. ФАТФ против Binance ФАТФ рекомендует регуляторам и биржам создавать профили криптовалютных пользователей для выявления преступной деятельности. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег ФАТФ сообщила в своем отчете в понедельник, что выявила определенные модели поведения и характеристики криптовалютных пользователей, которые могут считаться подозрительными. Документ следует прочитать внимательно всем работающим на рынке криптовалюты. Традиционно финансовые разведки и центральные банки членов ФАТФ крайне догматично относятся к таким рекомендациям. Через год-два положения доклада ФАТФ, как правило, оказываются в национальном законодательстве ключевых стран. Несмотря на отсутствие упоминаний в докладе России в контексте географических зон, обладающих повышенными рисками отмывания денег, high-risk jurisdictions при операциях с криптой, де-факто Россия давно находится в списке таких территорий. ФАТФ дипломатично обходит этот момент в докладе. Такие модели могут применять регулирующие органы при выявлении незаконных операций. Один из основных методов, предложенных в отчете, это сравнение активности транзакций пользователя с аналогичным показателем в его профиле. Сюда могут входить случаи, когда сумма депозита или транзакции несовместима с финансовым положением пользователя или исторической финансовой активностью, что может свидетельствовать об отмывании денег или мошенничестве. Например, может быть подозрительно, если молодой пользователь, не имеющий известных деловых интересов, начал получать крупные суммы от разных людей по всему миру. По мнению телеграм-канала CryptoWolfs, ФАТФ неоднозначно намекнул, что Binance представляет собой один большой красный флаг. Фактически, ФАТФ будет рассматривать любую транзакцию, связанную с Binance, как нарушение правил. Это уже не просто недовольство, а прямые указания к действию. В отчете агентства в отдельной заметке подробно описывается, как биржа меняла свою юрисдикцию несколько раз для ухода от регуляций. А это значит, что скоро мы можем увидеть запреты на любые операции, напрямую или косвенно связанные с биржей Binance. Если вы решите перевести один хороший перспективный шиток или даже биткоин на вполне себе легальный сервис, или биржу для обмена крипты и транзакции от Binance, Все. Готовьте пакет документов, чтобы доказать источник происхождения средств. В отличие от Coinbase, Bitstamp, Bitfinex или даже Bitmax, Binance действительно не имеет никакой определенной юрисдикции. Основанная в Гонконге, биржа успела покинуть Китай и Японию. А в феврале 2020 года Мальтийское управление финансовых услуг МФСА заявило, что вопреки заявлениям Binance у биржи нет и не было лицензии в стране. Что дальше? Сизет по тонкому льду ходит. Такая обширная структура, которую он уже создал со своими пулами, дексами и прочими атрибутами, может очень быстро пойти ко дну. И тогда фраза «запасайтесь попкорном» для рынка будет звучать крайне издевательски. По информации Beats Media, другие подозрительные признаки включают наличие у пользователя судимости или активности на веб-сайтах и форумах, связанных с незаконной деятельностью. Отправку криптовалют на биржи без проверок QIC-AML или отправку транзакций, размер которых чуть ниже суммы, подлежащие проверке регуляторами по более ранним рекомендациям ФАТФ. Группа также рекомендует регуляторам следить за пользователями, которые обменивают криптоактивы общедоступных и прозрачных блокчейнов на конфиденциальные криптовалюты, например, Monero или Zcash. Новый отчет выпущен более чем через год после того, как ФАТФ опубликовала финальную версию рекомендаций по регулированию криптовалют и деятельности операторов криптовалютных сервисов, которая получила поддержку G20. Мировой океан нагреет как никогда. В бедных странах намечается крупнейший гуманитарный кризис столетия по определению ООН. А богатым грозят наводнения, неурожай и выдающийся сезон ураганов. В любой другой ситуации мир не без труда, но справился бы с климатическим происшествием. Однако сейчас все ресурсы брошены на борьбу с COVID-19. Даже если у страны пострадавшие от наводнения, засухи или урагана есть деньги на ликвидацию последствий стихии и восстановления, купить и довести необходимое для этого сейчас сложнее, чем когда бы то ни было. Мировая торговля и транспорт скованы коронавирусом. Контейнеровозы и сухогрузы томятся на рейде, а самолеты все еще не летают в прежнем режиме. Пандемия порушила логистику мирового продовольственного рынка. На складах и в портах не хватает здоровых работников. Грузовики простаивают без водителей. Ни самолета, ни контейнера не найти. Перевозки резко сократились. По самым свежим данным ООН, в мире хронически недоедает почти 1 миллиард человек. Каждый восьмой житель планеты. А из-за вызванного коронавирусом кризиса, их число вырастет еще на 130 миллионов только за 2020 год. Видимо, финансовый апокалипсис и криптореволюция придут в наш мир раньше, чем мы могли себе это представить. Единственное, что продолжает быть важным в этом году, это то, сколько биткоинов есть у тебя. Помни об этом. А на этом у меня все. Не забывайте вступать в наш телеграм-чат свидетелей халвинга. И да пребудет с вами блокчейн. С вами была Миша. Всем пока.